МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема технологий блокчейн и сертификатов NFT достаточно новая. И чтобы зарабатывать на этих технологиях, нужно действительно быть хорошим специалистом, понимать, о чём идёт речь. К сожалению, большинство людей ещё не успели разобраться в этих технологиях. Но зарабатывать уже хотят. И вот этой неосведомлённостью активно пользуются мошенники. Привет, Влад. Привет, ребята. Как настроение? Всё потрясающе. Ну вот и отлично. Я вам там видос один отправил. Нашёл в интернете тему. Девушку обманули с помощью блокчейн-технологий. Сертификат NFT. Хочу, чтобы вы разобрались. Ясно, посмотрим. Отлично, держите меня в курсе. Так-так-так. Что-то новенькое. Короче, я не знаю, зачем я записываю это видео. Наверное, чтобы другие не попадали в такую ситуацию. Я потеряна. Я правда не знаю, что мне теперь делать. Если папа узнает, что я какому-то левому чуваку отдала эскизы Кандинского, которому уже более 80 лет, его, наверное, удар схватит, и он в больницу попадёт. Дело в том, что это семейная реликвия, и сам Кандинский подарил его прадедушке, потому что они вот раньше дружили. Короче, как это случилось? Этот Игнат написал мне на форуме художника, где я выкладываю свои картины, и сказал, что у меня суперкартины, и хочет выставить их у себя в магазине на... А я, дура, ещё и выложила эскизы Кандинского, которые у нас дома висели, а он их захотел. И сказал, что я заработаю на это много денег. Я обрадовалась. Сразу представила, как папу вылечу, куплю ему новый кардиостимулятор. Купила билет, поехала в Москву, отдала ему всё своими руками и подписала договор. И заплатила ещё 50 тысяч. Игнат, он просто забрал картины, взял деньги и скрылся. И я не могу дозвониться ни до него, не могу в офис теперь просто приехать, потому что у меня нет денег просто купить билет. Я не знаю, что будет с папой. Он, наверное, правда попадёт в больницу. Я правильно понимаю, что у девочки украли дорогие картины? Да. Кандинский – это основоположник абстрактной живописи. Одна из его картин продалась за 42 миллиона долларов. Вдумайся просто. Я читала где-то про это. То есть, получается, у девушки украли картины и развели ещё на 50 тысяч, якобы, для цифровки. Неплохой куш. А есть какая-нибудь инфа об этой девушке? Надо посмотреть. Давай. Зовут её Маша, она из Воронежа. Номера телефона нет, но можно позвонить через сайт. Давай. Смотри-ка. Раз. Сваню. Мама. Привет, я Слава. Я Володя. Маша, привет. Меня зовут Дарья Рубинская. Я журналист, и мы с командой охотимся на мошенников. Мы увидели твоё видео и хотим помочь тебе найти Игната. Как здорово. Здравствуйте. Действительно, наконец-то кто-то заинтересовался этим делом. А скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что Игнат тебе картину не вернул? Нет, нет, не вернул. У него телефон отключён, и из офиса он съехал. А откуда ты знаешь, что он съехал? Я так поняла, что второй раз ты в Москву не приезжала. Да, просто когда он пропал, я попросила друзей съездить в офис в Москве. И они съездили, выяснили, что арендаторы съехали. И тогда я поняла, что всё пропало. Ну, Маш, пока ещё ничего не пропало. Скажи мне, ты адрес офиса помнишь? Да, улица... дом 3, корпус 1, офис 308. А там, знаете, выглядело всё солидно. То есть там компьютеры были, мониторы вот... С ним ещё был какой-то парень, видимо, его сотрудник. Слушай, Маш, а ты не думаешь, что произошло какое-то недоразумение, и с Игнатом реально что-то случилось? Сто процентов никаких недоразумений, потому что когда мы заключили с Игнатом договор, он сказал, что это договор на цифровку картин. А юрист мне сказал, что это просто на оценку картин. И по поводу реквизитов договора, ибо такого не существует, и это просто набор цифр, как мне сказал юрист. То есть никто оцифровывать картины не собирался. Похоже на то. А на каком форуме ты познакомилась с Игнатом? Б***ь, Лазурь. Это форум для художников. А можешь мне скинуть номер телефона Игната и ссылку на этот форум? Да, конечно, но у него номер уже неактивен. Ну, это неважно. Все равно кидай, и мой номер телефона тоже запиши. 8-925-547. Да, да, вот, отправила. Вижу, все пришло. Спасибо большое, что пообщалась с нами. Спасибо вам большое. Вы, если найдете, вы сможете мне сообщить, пожалуйста? Конечно, ты будь на связи, главное. Контакты мы обменялись. Большое право быть. До свидания, спасибо. Пока. Пока. Да, бедная девочка попала, конечно. Угу. Только вот номер телефона Игната зарегистрирован на москвича какого-то. Артура Вениаминовича. Адрес регистрации тоже есть, кстати. Нужно посмотреть на этого Артура Вениаминовича. Может, это и есть Игнат. Скинь адрес в общую папку, а я сгоняю, гляну на него. Окей? Хорошо. Так, ну а я, пожалуй, проеду по адресу и узнаю, кто снимал офис номер 308. И была ли там майнинговая ферма. Поскольку, если там занимались ментингом, то расход электроэнергии должен быть очень большой. Володя, я тебе говорила, что ты очень умный. Нет, не говорила. Меня запомнили слова сегодня. Все, удачи. Удачи. Ну что ж, а мне остается поискать истории, похожие, и зарегистрироваться на форуме. Может, что и выгорит. Они не супергерои, они обычные ребята. Просто они предпочитают действовать. Тихо, не рыпайся. На, пошел вон отсюда. Вячеслав Василевский, боец. Шестикратный чемпион мира. Бесстрашный, целеустремленный. Не напускай маму никуда. Понял? Дарья Рубинская, журналист. Мы лишь хотим восстановить справедливость. Дерзкая, инициативная. Владимир Сарков, бывший морпех. Жесткий, принципиальный. Жить надо по совести. Мы объединились, чтобы вместе начать охоту на мошенников. Охота началась. Даша, прием. На связи. Ну все, я на месте. По дороге позвонил и договорился с администратором под видом арендатора о встрече. Удачи. Слава, на связи. Ты там доехал до Артура Вениаминовича? Да нет, Даш. В пробке застрял. Это надолго. А Володя уже в офис приехал. Ну я же не могу телепортироваться. А у тебя что, накопало что-то в сети? Да, вот нашла несколько похожих историй. Но самое интересное, наткнулась на пост предупреждения от какой-то девушки Нади. Про Игната? Ага. Ну тут есть ее номер телефона. Попробую поговорить с ней, договориться о встрече. Ну давай, на связи. На связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Геннадий? Да. А я Владимир, я как раз вам звонил, как раз звонил вам по поводу аренды помещения. А, Владимир, Владимир, присаживайтесь. Очень приятно. Владимир, если я не ошибаюсь, мы общались с вами по поводу 30 квадратных метров на месяц. Да. У меня вопрос такой. Скажите, а месяц это самый маленький срок аренды помещения? Нет, некоторые помещения мы сдаем посуточно. Вам для каких нужд? Ну у меня компания, которая занимается минтингом. Чем-чем присаживаете? Минтинг. Ну понимаете, это такой процесс для создания NFT-единиц. Ну то есть, когда берут произведение искусства и переводят его в уникальную цифровую единицу для последующей продажи. Это что-то типа майнинга? Ну да, да. Тогда, если я не ошибаюсь, там нужна спецтехника и подключение к электросети. Все верно? Да, все верно. Владимир, к сожалению, наши офисы, они не предназначены для такого рода деятельности. Могут быть проблемы с электроэнергией, могут быть скачки, пробки могут вылетать. Это большие счета. В общем, сразу нет. Ну ясно. Хотя, знаете, Геннадий, я слугавил. Мне в принципе не нужен офис в вашем здании. Просто у нас есть информация о том, что в вашем здании снимал офис мошенник, который позиционировал себя как бизнесмен блокчейн-технологий. Есть пострадавший от его деятельности. Мошенника зовут Игнат. Снимал он у вас офис номер 308. Владимир, а вы из полиции? Нет, я журналист. Ну, Владимир, я против мошенников. Говорю вам сразу. Но, к сожалению, у нас все конфиденциально. Конфиденциально. И я не имею права озвучивать, кто снимал, когда снимал, к сожалению. Но я вижу, что вы человек хороший, и занимайтесь правильным делом. Я вам скажу так, что за последние полгода никого с именем Игнат, и тем более людей, которые бы занимались майнингом, не было. Ладно, спасибо, Геннадий. Спасибо даже за эту информацию. Владимир, но если у вас будет ордер, если вы договоритесь, то приходите, и я с удовольствием вам все покажу и предоставлю список, кто снимал. Хорошо, но все равно спасибо. Да, всего хорошо. До свидания. До свидания. Ну что, Даша, как тебе? Думаю, Игнат точно не Илон Маск. Просто берет с людей деньги. А весь этот блокчейн – это просто фикция. А если попадается что-то интересное по пути, как у Маши Кандинской, он просто перепродает краденое, и все. Ну, в принципе, я согласен с тобой. Да, и самое интересное, что никаких Игнатов здесь никогда не было. Слушай, может, его Артур зовут? Кстати, как там Слава? Уже выследил его? Слава застрял в пробке. Зато у меня прорыв на форуме для художников. Я нашла пост, в котором какая-то Надя предупреждает о мошеннических действиях Игната. Так вот, я с ней списалась и выяснила, что она его бывшая. Договорилась на завтра о встрече. Ну, ясно. Я выдвигаюсь на базу. Давай, жду тебя. База, прием. На связи, Слава. Я вот только подъехал к дому Артура. Пойду поднимусь в квартиру, проверю, дома этот Артур или нет. Окей. Ну что, кому могут открыть дверь? Конечно же, сантехнику. КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Никого. К соседям попробую. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что-нибудь вынули все, что ли? Пойдем сюда еще. Одну попытку сделаем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто там? Добрый день. Хотел по поводу соседей узнать. Не могу дозвониться ни до кого. Не подскажете мне? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне пару вопросов уточнить. Я думаю, вам несложно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как обычно. Никого не знаю, никого не видел. Чисто соседские истории. Ну ладно, сейчас тогда сделаем по-другому. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опа! Видел, как я, да? Как лестница была. Я, знаешь, легких путей не ищу. Штаб, прием. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я тут, Слава. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В общем, там такое ощущение, что все вымерли. Камеру я на всякий случай установил. Пока посижу, подожду. Может, объявится кто. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, давай, давай. Пытаешься так пробки переждать, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ха-ха-ха! Ты, конечно, юмористка дашь. Давай, на связи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну и какие у нас новости? Какие у нас новости? Слава следит за домом Артура Вениаминовича. В квартире пока никого нет. Я зарегистрировалась на форуме для художников, который Маша дала. Но там тоже пока тишина. Но я поспамила картинами всякими. Ну, типа, я хвастаюсь. Ну, ясно. Ну, КПД пока что ноль. Завтра у тебя встреча с бывшей Игнатом? Да. Я думаю, зацепки будут. Я надеюсь на это. М? Ты же веришь в меня? Верю. Правильно. Недолго думал, сразу ответил. Молодец. Ха-ха-ха! Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Адрес регистрации тоже есть, кстати. Даш, в общем, там такое ощущение, что все вымерли. Камеру я на всякий случай установил. Я нашла пост, в котором какая-то Надя предупреждает о мошеннических действиях Игната. Завтра у тебя встреча с бывшей Игнатом? Да. Я думаю, зацепки будут. Парни, подключайтесь. Я сейчас буду с бывшей девушкой Игнатом общаться с Надей. Принято, Даша. Надеюсь, Даша что-нибудь узнает. Нам, конечно, зацепки сейчас очень нужны. Ну, смотри, скрытая камера у квартиры Артура у нас есть. Сегодня ночью он не появился. Но, может, все-таки появится когда-нибудь? Ну, это да. Ну, видишь там, тихо пока. Добрый день. Добрый день, Дарья. Я нам заказала чай. Будете? Да, я не откажусь. А, Надь, а давай на ты? Не против? Давай. Отлично. Хорошо. Ты в посте у себя упомянула, что Игнат занимается нефтимошенничеством. Ты поэтому от него ушла. А можешь детали рассказать? Как ты это выяснила? Слушай, это такая жесть. Если честно, мне до сих пор стыдно, что вся эта история со мной приключилась. В общем, мы с ним встречались где-то два месяца, около двух месяцев. И по нему сразу было понятно, что он такой, ну, мутный парень. Потому что он нигде не работал, вечно где-то пропадал. Я на все закрывала глаза, потому что была влюблена. Ну, понятно, классика. Многое. Многое ему прощало. Вот. Он мне постоянно брал деньги в долг. То ему, значит, надо было на съем жилья, то ему нужно было на YouTube, то он хотел там какие-то стартапы открывать, то еще что-то. В общем, вечно у меня занимал. И иногда возвращал, иногда нет. И как-то приходит и говорит мне, что он познакомился с неким Русланом. Этот Руслан программист. И они хотят вместе с ним мутить бизнес на тему NFT. Так. И я тогда за Игната очень порадовалась. Думаю, все, сейчас все отлично пойдет у моего парня. Дела в гору. А потом услышала их разговор и все поняла. Поняла, что бизнес – это кидать людей на деньги? Угу. Я после вечеринки одно это все узнала. В общем, я оставалась ночевать у Игната. Угу. И пришел Руслан. Они пошли на кухню, стали там, значит, что-то обсуждать. Думают, что я сплю. Угу. А я все прекрасно слышу, о чем они там говорят. И выясняется, значит, что они хотят сидеть на различных форумах, где тусуются художники и будут искать там мамонтов. Мамонты – это жертвы. И обсуждают, на сколько будут кидать девчонок. На 30 тысяч, на 40 или больше. В итоге Руслан уходит. Я просто в шоке. Закатываю настоящий скандал Игнату. Угу. И самое главное, он даже не оправдывается передо мной, а просто стоит, как ни в чем не бывало, слушает. В общем, я говорю ему, что у тебя есть три дня, чтобы вернуть мне долг. Он мне должен был 20 тысяч. Угу. Собираю все свои вещи и ухожу. Ну да, уж так себе история. Угу. А ты название этих форумов не запомнила, случайно? Угу. Запомнила, конечно. Азурь. Архитекторы и художники. И… Так, сейчас мы проверим эти форумы. Громкие названия. Надя, он тебе деньги в итоге вернул вообще? Нет, конечно. Я пришла где-то через три дня на квартиру, а его нет. Он просто исчез, съехал, и там сейчас живут другие жильцы. Ага. И телефон выключен, наверное, да? Конечно. Угу. А адрес квартиры есть? Да. Улица, дом 76, корпус 3, квартира 11. Угу. Слушай, а фотографии Игната у тебя есть, я так понимаю? А по поводу его друга Руслана что-нибудь, какие-нибудь детали, информации? Ну, контактов Руслана у меня нет, но я нашла его фотографию. Пришли нужно? Да. Пришли, пожалуйста. И того, и другого. А давай мы по адресу пробьем собственника этой квартиры. Ну, как вариант. Так, сейчас, сейчас посмотрим. Ха, Володь, прикинь, владельцем квартиры является Артур Вениаминович тот самый. Получается, у него две квартиры, одну из которых он сдает. Слушай, ну это уже не совпадение. Надо ехать на квартиру и узнать актуальный телефон этого Артура Вениаминовича. Сто процентов. Просто этот гад реально… Ты тогда езжай, а я в интернете по фотографиям попробую найти Игната и Руслана. Ну, вдруг засветились где-то. Давай, держи меня в курсе. Все, окей. Что ж. Штаб, прием. Ну, информацию я раздобыла. Фотографии этих бизнесменов у нас тоже есть. Что-нибудь удалось по ним найти? Да, да ты вообще молодец. Слушай, ну по фоткам ничего, никаких совпадений. Но зато владелец квартиры, которую снимал Игнат, оказался тот самый Артур, прикинь. Да ладно, вот это поворот. Да, Володя уже поехал на адрес, чтобы узнать контакты нашего загадочного Артура. А я зарегистрировался на форумах, ну, которые сказала Надя. Приезжай в штаб, будем изображать из себя художников. Хорошо, еду. Давай, жду. База, прием. На связи, Володя. Ну что, я на месте, пойду погутарю с жильцами. Как у вас? Мы сделали профили на форумах художников, о которых Надя говорила. И написали там везде. Эй, кто знает, как выйти на биржу NFT, очень хочу, работы пришлю по запросу. Ну, добро. Ну, пошли. Вставай, Володя. Добрый путь. Ну что, Паша, пойдем. Здравствуйте. 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 Ошиблись? Нет, ни в коем случае. Я вам сейчас все объясню. Меня зовут Володя. Это мой оператор Паша. Мы с ребятами снимаем программу для телеканала ЧЕ. Программа называется «Охотники». То есть мы охотимся за мошенниками. И у нас есть информация, что в этой квартире до вас проживал аферист. Вы ничего об этом не знаете. Телеканал ЧЕ, аферист. Ну, вы не стойте, проходите. Спасибо. Ну, вообще слышал, да? Я Тимур. Меня Тимур зовут. Приятно. Вот. Я в курсе, что до меня здесь проживал какой-то очень странный мутный тип. Вот. Потому что, когда я заезжал сюда, меня хозяин попросил даже целый двойной залог оставить. Но я его даже ни разу в глаза-то и не видел. Поэтому, мне кажется, помощь с меня тут-то и немного будет. Скажи, а хозяин этой квартиры зовут Артур Вениаминович? Да, верно. А у тебя есть телефончик? Угу. Дать. Можешь дать? Так. 8-905. Угу. Ну, эта симка тоже на Артуре Вениаминовича зарегистрирована. Ну, меня это уже не удивляет. Он сдавал по договору или нет? Я точно знаю, что без договора. Потому что этот типочек, он либо его родственник, либо какой-то хороший знакомый. Это сто процентов без договора. Ясно. Ладно, Тимур, спасибо. Да, не за что. Мне Артуру Вениаминовичу позвонить? Нет. Вот этого делать не надо. Мы сами позвоним. Хорошо. Давай, счастливо. Все, удачи вам. Черт и что вообще. Артур точно не простой персонаж. Сто процентов. О, Даш, смотри. Кто-то заходит в квартиру Артура. Так, нам надо узнать, кто это. Очередной квартиросъемщик или сам Артур? Я поехал. Тогда смотри за квартирой. Ну, вдруг уйдет куда-то. Дай знать сразу. Хорошо? Так. База, прием. На связи. Ну, что думаете об Артуре Вениаминовиче? У меня такое подозрение, что у него рыться не просто в пуху, а в шерсти. Насчет того, что он в схеме, это точно. У нас тут движ. Кто-то пришел в квартиру Артура Вениаминовича. Опачки. Интересно. Да, Слава уже туда поехал. Добро, я выдвигаюсь на базу. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушку обманули с помощью блокчейн-технологий. Игнат, он просто забрал картины, взял деньги и скрылся. Номер телефона Игната зарегистрирован на москвича какого-то. Артура Вениаминовича. Завтра у тебя встреча с бывшей Игнатом. Они хотят сидеть на различных форумах, где тусуются художники, и обсуждают, насколько будут кидать девчонок. Он просто исчез, съехал, и там сейчас живут другие жильцы. Для меня здесь проживал какой-то очень странный мутный тип. Хозяин этой квартиры зовут Артур Вениаминович? Да, верно. О, Даш, смотри, кто заходит в квартиру Артура. Ну что, я готов к встрече с Артуром. Сейчас посмотрим, готов ли он к встрече со мной. Ты тогда здесь пока постой, чтобы он тебя в глазок не спалил. Я тебе потом айкну. Водоканал. Артур Вениаминович? Да. Счетчики пришли применять. Лёд, заходи. Все, готово. А это кто? Ну что? Сейчас, сейчас. Пойдем, пойдем, пообщаемся. Ну что, Артур Вениаминович, рассказывай, где твои подельники? Чего ты дергаешься? Отпущу, спокойно будешь стоять? Все, давай, рассматривай. Давай, рассказывай, где твои подельники. Где они подельники? Ну ты давай дураком не прикидывайся. Все сим-карты на твое имя зарегистрированы, Артур Вениаминович. С которых они людей разводят. На бабки кидают. Давай вспоминай. Подожди. Это про Игната? Ну, про него. А у тебя еще кто-то есть в подельниках? Нет никаких подельников. А что с Игнатом? Да Игнат мне самому жизнь испортил. А что там? Ну-ка, рассказывай. Я знаком с его матерью был. Хорошая женщина Алла. Она умерла. И тут он год назад приехал. Он приехал ко мне и говорит. Дядя Артур, помоги, пожалуйста, с жильем. Жить негде. Я приехал на заработки. Приехал откуда он? Не местный, что ли? Нет. Они из Таганрога. Ну и я ему... У меня квартира свободная. Я ему и пригласил. Говорю, давай вот живи там. Угу. Цену я сбросил ему. То есть ниже рыночной даже. Двадцать тысяч всего. Молодец. Он жил у меня полгода. Спокойно вообще. Потом он работу потерял. Попросил пожить в долг, как говорится, немножко. Говорю, хорошо, давай. Только устраивайся на работу. И потом он вообще пропал. Бабки не заплатил за два месяца практически. Кроме того, квартиру обнес. Я ничего не пропустил? Володь, да тут такое. Кажется, Артур неподдельный когнат. Ну давай посмотрим. Великодушный. А почему тогда сим-карты на твое имя зарегистрированы? Так он, когда искал работу, я ноутбук дал. Он нашел работу, пришел ко мне и говорит. Дядя Артур, очень нужны сим-карты. Нужно много сим-карт. Зарегистрировайте на себя. Потому что мне по работе это необходимо. Но он не посторонний человек. Я ему доверился, оформил. А при чем здесь сим-карты-то? Да людей они разводят. А симки все на тебя зарегистрированы, Артур Вениаминович. Так что ты крайне получается. Кого он такой вообще? Алла, такая в добрейшей души человек была. Артур тоже жертва, у нас тупик. А кто вообще? Да. А ну-ка. Мне на форуме написал какой-то чувак, говорит, что у него есть выход на биржу NFT и предлагает встретиться. Не нашли это Игнат? Никнейм красавчик. А на аватарке фотка… Да, это он. Попался, Годилаш. Договаривайся о встрече. Уже. Володя, уже. И самое главное, мы знаем, что ты с ними не в связке. Шея нормально? Прошла? Ну понимаю, все понятно. Все, давай, всего хорошего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Штаб. Что-то у вас есть какие-нибудь новости. Слава, есть новости. Мы вышли на Игната. Он предложил наше сотрудничество. Ух ты! Это отлично. Еду к вам. Давай. Он написал, что не может сегодня со мной встретиться. Не успевает. Слушай, она спросила про завтра. Только знаешь, что палку не перегни, не спугни его. У него точно рыльца в пушку. А с каких пор ты стал во мне сомневаться? Я в тебе не сомневаюсь, но просто смотрю на опережение. Мало ли что. Вдруг. Ну, хорошо. Смотри. А я напишу пока. Договорюсь на завтра. Давай, давай. Игнат все-таки назначил встречу Даши в кафе сегодня утром. И что интересно, встречу он назначил именно в кафе, а не в офисе. Видимо, для того, чтобы оценить и прощупать потенциал клиента. Даша уже там. А вот Слава, Слава находится у входа в кафе в машине и ждет, когда Игнат выйдет оттуда, чтобы сесть ему на хвост. Даша. Привет. Привет, привет, привет. Так, давай сразу по делу, потому что времени мало. А, да, хорошо. Ну, так, я мультипликатор. Я искала подработку и столкнулась с NFT. И поняла, что хочу выйти на рынок и монетизировать свои работы. Это вот сразу к делу. Скажи, ну что ты готова ради этого пойти? В смысле? Ну, я тебе объясню так, что это не какая-то там волшебная палочка. То, что ты выложишь свою картину в нашем магазине и все, и сразу пойдут деньги за это. Это совсем не так работает. Да, ну, я понимаю, но я рисую, я же художник. Я вообще ничего не понимаю в этих компьютерных технологиях. Вот NFT, она довольно-таки только начинает набирать свои обороты. Угу. А в связи с чем мы сами даже еще, вот, наш магазин даже не может сам понять, сколько будет стоить и итоговая стоимость своих работ, сколько она будет выходить. Мы там в магазин вы стоим, а что в конце будет, какая стоимость еще высокая, повторюсь, не знаю. Потому что уникальность токина. Да, конечно, у этого Игната язык из правильного места растет. А там разве не про руки? У него с языком такая история. У меня к тебе в случае чего претензий никаких не будет. Ну, ты же спец в этом. Естественно. Это само собой. Я очень, кстати, раз, что мы друг друга поняли. Я что хочу предложить? Давай сделаем так. Поскольку у меня уже время сейчас поджимает, предлагаю просто сегодня вечером в 6 в офисе у меня ты принесешь свои самые лучшие работы. Куда? И там уже посмотрим. Адрес ты как запишешь, запомнишь? Улица... Я запомню, да. Улица... Улица номер 6. Угу. Все, поняла, хорошо. Хорошо. Ну ты... Спрашивай, спрашивай. Просто все так быстро происходит. Да, волнуюсь. А может прямо сейчас поедем? Нет, сейчас мы не можем поехать, потому что у меня еще очень много встреч. Смотри, так же ты должна понимать. А то я смотрю, ты уже на радостях все. Ты должна понимать, что это будет не бесплатно. На радостях, да, все. А сколько, кстати, это будет стоить? Смотри, вообще все зависит от качества твоих работ, от качества проделанной работы, но в любом случае для тебя оно будет не больше 50 тысяч выходить. А, ну это отлично. Все? Да, меня устраивает. Так, ты тогда попей кофе, перекуси. Сегодня вечером не раньше шести, жду тебя вовсе. Да, я возьму все самое лучшее и свои работы в том числе. Все. До вечера. До вечера. Сейчас мы за ним покатаемся. Сейчас посмотрим, куда Игнат у нас намылился. Молодец какой, смотри, заплатил. Я считаю, что я справилась на ура. А вы как считаете, парни? Ну, лично я считаю, что ты действительно умница. А вот что считает Слава, я не в курсе. Он сейчас едет за Игнатом. Отлично. Значит, все идет по плану. Я думаю, вообще до шести вечера можно расслабиться. Так что давай приезжай к штабу и вместе поедем в офис. Хорошо. Девушку обманули с помощью блокчейн-технологий. Этот Игнат написал мне на форуме художника, где я выкладываю свои картины. Номер телефона Игната зарегистрирован на москвича какого-то. Артура Вениаминовича. Он просто исчез, съехал, и там сейчас живут другие жильцы. У меня здесь проживал какой-то очень странный мутный тип. Хозяин этой квартиры зовут Артур Вениаминович? Да, верно. Ну что, Артур Вениаминович, рассказывай, где твои подельники? Ты, Игнат, мне самого жизнь испортил. Мне на форуме написал какой-то чувак, говорит, что у него есть выход на биржу NFT и предлагает встретиться. Не нашли это Игнат? Да, это он. Попался, Гавелыч. Володя, прием. На связи, Слава. Слушай, Володь, походу все пошло не по плану. И, судя по маршруту, он едет в сторону офиса. И мы уже скоро подъедем. Твою дивизию. Я на базе, ждут приезда Даши. Слушай, Володь, ну я сейчас что-нибудь экстренно постараюсь придумать. Вы тоже там давайте не зевайте. И как можно скорее подтягивайтесь к офису, окей? Добро, ладно, я выезжаю. Дашу заберу по дороге. Все, на связи. Даша, разворачивайся и езжай к офису Игната. Он поехал туда. Я подберу тебя по дороге. Вот же блин. Поняла, еду. Дядь Вить, поехали по адресу 6. Штат, прием. На связи, Слава. Игнат подъехал к офису. Мы с Володей будем не раньше, чем через двадцать минут. Я пойду за ним, попробую установить камеру. Номер офиса я помню. Договорились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Булочка! Эй, мужик! Булочка! Булочка, булочка! Спортсмен, какая булочка? Ты голодный? Ты что делаешь? Да какой голодный свинка? Морская, такая пушистая. Морская моря должна быть. Ты что несешь? Морская свинка. Да это моя булочка. Какого она моря может быть? Спортсмен, напокойся. У меня дома жила булочка. Мужик, выйди отсюда. Ты точно ее не видел? Да какая морская свинка? Ты что, совсем думал? Да не суйтесь. Я тут рядом работаю в офисе с тобой. Я очень рад. Точно не брал свинку? Точно не брал свинку. Точно. Слушай, там тоже нет. Посмотри и свали, пожалуйста, отсюда, дружище. Морская свинка. Как же я без нее-то? Попробуй. Что? Стой, стой, стой. Она, знаешь что? Она любит всякие морки искать. Иди в столовую, сходи. Может, там попроси. Слушай, морская свинка проголодалась. По-любому. Красавчик. Это логика. Ну, если что, смотри, я в соседнем офисе. Даже сзади. Вот прям вот тут? Да. Морская свинка. Булочка. Все, давай. Давай познакомимся. Пока. Черт, буду вообще сейчас. Слава, мы припарковались за углом. Подходи к нам. Ну что, камеры в офисе стоят. Подключайтесь. Красавчик. И снова здравствуйте, Игнат. Как думаешь, он уже успел сплавить эскизы Кандинского? Очень надеюсь, что нет. Даже если это гнида и успел кому-то сплавить эти эскизы, так. Вывернем наизнанку и узнаем, кому. По-любому. Прекрасно. Очень впечатляюще звучит. Даже испугалась чуть-чуть. Да. Это же не тебя касается. Надеюсь. Ха-ха-ха. Ну, как я сработал? А? Слава, молодец. Вот слов нет, молодец. Спасибо. Но награждение будет потом. Ждем тогда. Тогда все сделаем. Так, ну мы второго ждем Руслана. Он наверняка к шести появится, чтобы для меня создать видимость активной деятельности. Да нет, да. Смотри. Похоже, не к шести. Что ты где был? Да. Я вчера затусил. Башка капец болеет. Может, и без меня сегодня? Ну, даже так. Получается так. Ну, конечно. 40% твои забираю, да и без тебя могу, в принципе, справиться. Это ты как обычно живу. Ладно, давай, много перестань, пожалуйста. Сегодня четверо, вот последнюю. Где-то вот сейчас назвать. Ну, ладно, четверо вроде немного. Посижу, потерплю. Терпи, потерпи. Чего где-то там? Да-да. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Инга, проходите. Садитесь. Это вот наш маленький офис нашей компании. Это наш IT-специалист Руслан. Здравствуйте. Как добрались? Нормально? Да, нормально. Хорошо. Показывайте вашу работу. Оп. Так, у вас тут сериями идет, это отлично. Это продажа сейчас очень ценится. Правда? Да-да-да. Это Инга, очередной молодой художник. Вот наивные. Наслушаются всяких модных умных фраз, а потом бегут в лапы аферистов. Ну, как? Ну, хотела быть в тренде, а оказалась бы в ловушке, если бы не мы. Фактовая. Это точно. Это точно. Скажите, вы денежку принесли? Да. Я заняла у друзей. Ну, свое будущее тоже надо сплавить. Всегда ради его. Понимаю. Я сейчас в твое будущее вложусь. Так, я пойду первая, а вы минут через пять вызываете полицию и подтягиваетесь. Только, Даша, давай без глупостей, хорошо? Когда я делала глупости? Ты не веришь, Володь, что все будет без глупостей? А что, у нас есть выбор. Она все равно сделает по-своему. Согласен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Слушай, ты за кофе-то много оставил? Я вот принесла сдачу. Даша, я сейчас занят. Мы договорились на шесть, и надо прийти в шесть. Да я рядом уже была. В любом случае, я сейчас занят. Можешь уйти? Занят, да. Ага. Ну, я тут, я тут подожду. Все, Даша, выйди, пожалуйста, пока мы тут работаем. Извините, а зачем? Ну, вот я тоже хочу посмотреть, что происходит. Вот хочу понять, про что происходит. Так, 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 подожди. Ага, ага. Значит, договор на оценку картин ответственности не несет. Вот. Деньги не возвращаются. Поэтому ты за это 50 тысяч просишь? Или сколько? 40? Ну что, увидеть ее достаточно. Пора спасать Дашку. А может, не Дашу, а Игнату с Русланом? Погнали? Ладно, погнали. Полицию вызовем по дороге. Энди, буквально секунду. Дарья, пожалуйста, выйди. Человек хочет уйти. Мне кажется, здравая мысль, между прочим. Нет, каких сейчас часов, Даша? Ой, как нехорошо с девушкой разговариваю. Хорошо. А я в кабинет перестал. Ааааа! Аааа! Что тут нет людей? Чего, Господи? Нормально? Все нормально, все хорошо. Славя, не похожа на твою булочку, а? Не морская свинка, случайно? Надо посмотреть, пятнышко есть в голове. А ну, вылазь, 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 вот так посиди, посмотри. Слушай, Руслан, а вы реально выставляли лоты на бирже? Или это все ладо? Кое-что выставляли, но не все. У нас компы просто очень старые, не все поддерживают. Самое классное выставляли. Кандинский где, куда дели? Спрятали. Спрятали. Пока нет покупателей на него. Ты, главное, запоминай все, что говоришь. Полиции будет очень интересно узнать нюансы вашего мошенничества. Давай. Ты там живой? Давай. Блочку не нашел? Хорошо. Поменяем место дислокации. Вот, отлично. Собирай свои деньги, рисунки, что там у тебя, и больше таким барыгам не попадайся. Вы кто вообще? Мы охотимся на мошенников. Так. В смысле на мошенников? Ну, в прямом. А NFT не будет? Нет, NFT не будет. Мошенники есть, NFT нет. Такие дела. Не делал, да? Я хотела, мам. Я хотела. Спасибо. Ну, не обманули. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам большое. Извините, я можно пойду? Конечно, конечно. Спасибо. Сейчас я вас выпущу, пожалуйста. Спасибо. Все? Распереживалась. Ну, все, на выход, ребята. Все, ребята. Счастливо осталось. Где ключи? Где ключи? О, спасибо. Я заявление напишу за изменение, Слава. Что-то он там сказал. Не показалось мне? Ну, ругается. Он NFT не будет говорить. Ну, а это, я думаю, полиция интересно будет посмотреть. Ребята передали мошенников полиции, и работа уже идет полным ходом. Маше вернули все ее картины и, главное, эскизы Кандинского. Повезло, что не успели еще продать. Не забыли и про Артура Вениаминовича. Игнат вернул ему все, что украл. Как выяснилось, мошенники за три месяца обманули более 50 человек. А для вас совет будет очень простой. Прекратите верить обещаниям, что кто-то сделает вас миллионером за один день. Если вам нужны деньги, идите и работайте. Именно эти деньги будут настоящими. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...